Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я ведущий Александр Гурарье. В эфире программа «Тема дня» мы начнем, естественно, с Украины. События, которые происходят на Украине, информационный портал «Детали» израильский сообщает, что продолжаются бои, бои за Донбасс, то есть, судя по всему, это будет направлением главного удара. Бои нарастают, есть погибшие, есть сбитые самолеты, есть техника, но мы сейчас будем говорить немножко не об этом. Неделю назад мы делали программу о том, как украинский военно-промышленный комплекс подошел к началу войны, с чем подошел, что было сделано, что было, извините, украдено. И мы вновь беседуем на эту тему с Борисом Германом, основателем и соучредителем компании «Шмайсер Украина». Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сегодня я бы хотел продолжить вот тему, которую мы тогда не завершили, и начать с того, а с чем подошла Украина к началу войны, то есть, какие виды вооружений были, что было нового, если оно было, и чем, собственно, Украина начала, украинские военные ВСУ начали воевать. Ну, смотрите, с 2014 года, когда в Украинской ВСУ практически было голое и босое, до 2022, конечно, была проделана большая работа, ничего тут сказать нельзя, было восстановлено достаточно много техники, были проведены учения, была некоторая иностранная техника, которые обучались подо Львовом на полигоне наших военных. Инструктора хорошо поработали разных стран, но мы пришли к такому. У нас было где-то 2500 танков, из них в боеспособном состоянии, наверное, было под 800-900, не больше. Все остальное, это, конечно, рухлядь. То есть, это остатки от советских времен, да? Ну, это то, с чего снимали запчасти, для того, чтобы отремонтировать то, что еще осталось. Вот, это все, конечно, старая-старая техника, ну, как старая, 80-е годов, не было же никакого оборонного заказа, и завод Малышева свои современные танки делали для Африки или еще для кого-то, но не для Украины. Но делали, да? Вот это важно произнести. Они делали, они это делали до танков, там, они оснащали их, сами советские танки были неплохие с точки зрения ходовых частей, там, пушки и других, кроме современной электроники. Вот они доставляли эту современную электронику, прицелы, тепловики, радио, все, и, как бы, эти танки, там, заполнительную защиту, вот эту активную, и эти танки продавались за границу. Ну, как бы, они работали, у них было, что делать. Только украинская армия это не закупала. Ну, у нее и денег-то особо не было. То есть, это все делалось на экспорт, просто зарабатывалась валюта? Ну, да, потому что 70% бюджета украинской армии, так как этот бюджет секретный, выбывал товарищ Порошенко себе в свои компании. Ничего армии не доставалось. Они даже иногда по два месяца не платили зарплату. Военным. Вот. Поэтому это было печальное зрелище. Вот. Оно, конечно, какие-то там снабжения пошло, поменяли питание в частях, сделали в некоторых частях уже там банно-прачечные отряды, вот, которые ездили там, всех там мыли, были. Там потихонечку оно все-таки, как это на оставшиеся 30%, потихонечку оно все приходило в состояние. Была боевая слаженность, боевая подготовка. Пытались как-то в Израиле, я помню, купить системы связи, но и так и не доторговались. Ну, короче, до сих пор только вот сейчас американцы и моторолами пользуются наши, а такой военной системы связи я еще там не видел. Ну, то такое, шифрованные. Потом беспилотники, наши развились сначала гражданская часть беспилотников, потом появились профессиональные беспилотники, потом появились активные беспилотники, которые уже могли что-то кидать, какие-то бомбы. Вот. Сейчас вот американцы дали уже беспилотники Камикадзе, которые имеют, наверное, ну, наверное, там на три головы выше того, что можно сделать в Украине, потому что у них все-таки есть элементная база, которой у нас нет. Ну, украинская армия, в принципе, чем бы она ни пришла к началу войны, она, извините, перемолола одну треть группировки русских, которые пришли. Конечно, они перемололи одну треть из-за идиотизма русской армии, но там по-другому это назвать очень сложно, это управление армией, как они себя вели. Но факт остается фактом. Сейчас вот я считал статистику, что на один уничтоженный танк украинский есть три с половиной уничтоженных танка русских. Ну, считайте, три. Ну, понимаете, вся эта статистика, она, конечно, пока идут военные действия, она немножечко странная. И, как бы, когда все закончится, тогда появятся более точные данные. Потому что сейчас каждая сторона называет свои цифры. Ну, вот, буквально сегодня проскочил заголовок, что Россия в конечном итоге сбила больше самолетов, чем у Украины было в наличии до начала войны. Поэтому вот эта статистика немножко, как бы, хромает сейчас. Но, тем не менее. Да, пожалуйста. У России большие аппетиты. Борис, простите, чуть-чуть отодвиньтесь от экрана, потому что нижняя часть лица теряется. Да. Все, вот так. Я говорю, что, понимаете, у России большие аппетиты, сама страна большая, да. То есть, у них было в общий парк всех самолетов до начала войны 7 тысяч. Из них, как бы, истребители 739. Но из них летало, так, штук 200, потому что просто не было достаточного количества людей. Промышленности, армия, как бы, и Украина, и Россия, она столкнулась с тем, что новое это поколение не воспитывалось. 30 лет не работало. Поколение кого? И летчиков поколения, и техобслуживания, и запчасти. На заводах нет людей. Персонал, который работает за 60. Очень многие умирают прямо у станков. Из рабочих. То есть, квалифицированные кадры, как бы, используются те, которые были подготовлены в советские времена, старые добрые. Да, да, да. В чем это и на Украине, и в России. Да, у нас были запросы из России, из Туполева, о том, что они искали механиков, и там монтажников, и токарей, и фрезеровщиков. И за хорошие деньги хотели вместе с семьями их переселять в Россию, потому что у них там некому работать. Вот, так у нас на Антонова тоже некому работать. То есть, точно такая же ситуация. Вот, это все, как бы, это все, ну вот, 30 лет, когда никто не занимается этими вопросами, так, естественно, поколения уходят, а новые не приходят. Да, у нас сейчас намечается, скажем, техническое переоружение, новые станки, ЧПУши, ну, CNC-станки, там, печать металлом, все это, но это все пока из области фантастики. То есть, есть там парочку станков на всю страну. Вот, хотя разговоров много. Вот, и вся эта техника, она работала, люди умели, но была 30-процентная комплектация всех частей, потому что не платили деньги. То есть, специалисты уходили работать в другое место, потому что просто не могли заработать себе на жизнь. Когда началась война, наш президент на радостях увеличил им зарплату в 10 раз, и тогда в армию выстрелилась очередь, и получилась полная комплектация. Вы имеете в виду в 2014 году? Не, не, в 22-м. А вот сейчас, да? Сейчас, да. Ну, потому что у них как бы или пан, или пропал. Да, они, эта война, в принципе, нашего президента не только возвысила в глазах всего прогрессивного человечества, она просто его спасла. Потому что, если бы не было этой войны, его бы просто свергли. Из-за той экономической политики внутри страны, вот, которую он ввел в пике, и когда газ у тебя за год вырос в тысячу раз, стоимость газа, и когда ты должен 500 долларов отдавать за коммунальные услуги, и зарабатывают люди меньше 300, ну, как-то это, это все уже так пахло косень, и это все пахло бунтом, и свержением этого правительства. Потому что это правительство откровенных воров. А предыдущее правительство не было правительством воров? Нет, просто это разные эшелоны воров, да, то есть, и с каждым эшелоном они становятся все время умнее, а изобретательнее и жиднее. Ну, то есть, я это называю пирамидой жоп. Вот. Вот эта пирамида жоп, когда она помоложе, она поактивнее, и, как говорится, зубы подлиннее, и они выедают больше, чем все остальные. И эти люди тоже, как бы, они мало отличаются от того, что было при Порошенко. А война их спасла, потому что они вели военное положение. У нас экономика упала на 35% ВВП. Но их это все уже не беспокоит, потому что они сейчас будут получать огромные деньги с Запада и от американцев, да, и от того, что арестовали, значит, валютные резервы России. Но как они их будут тратить? Это большой вопрос. Потому что уже сейчас поступают сигналы из офиса ООН в Украине, что те деньги, которые поступают на счета украинского государства, тратятся не по назначению, и делаются какие-то непонятные, глупые закупки. Вот. То есть, сейчас, во время войны, эти люди, которые находятся в государстве, это не сам президент. Понятно, что он же все это не контролирует. А это шмыгаль, так есть пример, министр такой, он шмыг-шмыг, и что-то достырил. Вот. Ну, Борис, давайте все-таки насчет стырил мы сейчас не будем говорить, поскольку это уже как бы выходит за рамки нашей программы. Давайте вернемся к вооружению. То есть, это все-таки более конкретные вещи. Итак, значит, вот к началу войны. Какие вооружения? То есть, что производили свое? Мы об этом говорили в прошлой программе. И перейдем к тому, что производили вы тоже. Смотрите, ну, свое производили только ракеты, как АБ «Луч», и то она продавала только за границу. Сама армия ничего не закупала. Производили ремонт бронетехники на заводе Малышева, на Дарницком и на Житомирском танкоремонтных заводах. Значит, с криками и шумами. И все, в принципе-то. Потому что стрелковое никто не ремонтировал, его и так много было. То есть, много было в смысле старых запасов советских? Да, это все еще старые советские автоматы Калашникова, СВДшки. Вы знаете, извините, может быть, я не совсем к месту, но у меня просто вспоминается старый еще советский анекдот, когда говорили еще в 70-х, там, в 80-х годах, говорят, вы слышали, значит, царскую семью решили осудить вновь. За что? Ну, почему они так мало еды заготовили, что вот уже к 80-м годам заканчивается? Так вот, как же Советский Союз так мало заготовил оружие, что вот до сих пор еще ими пользуется? Боже, конечно, но Советский Союз был запасливый такой. Вот, и пользовались только этим. И с этим начали войну, потому что никто не давал никакого оружия Украине в реальности. Никто не верил, что Украина не погибнет в первые три дня агрессии. И зачем давать оружие тем, кого уже списали? То есть вы хотите сказать, что вот не верил в то, что Украина выставит, ну, во-первых, не верила Россия, политическое руководство и военное руководство России, то, что это будет. И не верили, так сказать, западные союзники Украины. Они тоже считали, что она падет в первые несколько дней? Ну, вы знаете как, у победы много отцов, у поражения даже родственников нет. Вот, они уже были и не родственниками, и не союзниками, в принципе-то. Они уже думали, что мы трупы... Они были уже похоронной командой, да? Да, они уже как бы считали, как они уже дальше будут торговать с Россией, и как вот этот прыщ Украины, извините, на одном месте Европы, значит, будет выдавлен, и они будут дальше деребанить вот это вот все, что они деребанили до этого. А когда Украина показала, что в принципе не все так просто в ее судьбе, вот, они сначала не могли, ну, как бы опомниться, они не понимали, что происходит, да? Они искали какую-то волшебную палочку. Что это вдруг такое на Украине, что вот русские не могут ее взять за 72 часа? Вот. А когда русских, по ежи глупости, кстати, расколошматили, и за две недели наколошматили так, что они потеряли больше, чем там за две чеченские войны и за афганскую войну, европейцы поняли, что в принципе Украина делает то, что они хотели бы давно сделать. Но они никак не решались, потому что они просто малахольные. Или мелкие. Или мелкие страны, или сами по себе трусливые. Потому что самые трусливые это те, кому есть что терять. Так как Украине нехерен терять, кроме своих цепей, так она и бьется до последнего. А всем остальным есть что терять, и поэтому им воевать-то не хочется. Они что-то аж потеряют. И так как они поняли, что тут как бы воюют, в принципе, как бы воплощают в жизни их мечты, они решили как бы помогать, потому что они поняли, что так как русская риторика на телевидении говорит, что мы сейчас пойдем на страны Прибалтики и на Польшу, они поняли, что это не просто наезд на Украину какого-то больного человека, а что этот больной человек хочет как бы наехать и на всех остальных. Им надо как-то очень быстро защищаться. А так как у них в отдельности не получается, они начали нам давать помощь. Вот, причем такую достаточно существенную, да, интересную помощь, я тут повыбирал немножко, да, они начали давать сначала ручные гранатометы, ручные ПЗРК против самолетов и вертолетов, дживелины, там, энлоу, там много чего понадавали, разные страны, сейчас уже там зенитные системы, сейчас начали гаубицы завозить с снарядами, потому что когда Украина вступила в 22-ю год в войну, у нее снарядов было на две недели активной войны. А своих не производят, да? Нет, так они же не дают делать производство, они же все это производство уничтожают. Нету никаких производств на Украине, мало того, так еще же русские все разбомбили. Все, что было, они все разбомбили этими гранатыми ракетами вместе с аэродромами. А производств как таковых не было, ни людей, ни производств, ни документации, ничего не было, это голый король. Просто есть люди, которые не хотят, чтобы их завоевали русские, и они с этим воюют. До сих пор я помогаю людям, это при тех деньгах, которые сейчас даются государству, народ до сих пор одевает добровольцев в бронежилеты, каски, заставляет им всякое снаряжение, там, берцы и все остальное, чтобы они могли воевать в территориальной обороне. Потому что территориальная оборона не подлежит военному, поэтому им ничего не дают. А воюют они с военными наравне. Вот. Это странное такое, честно, нам даже непонятное, потому что полтора процента каждый платит со своей зарплаты в фонд, военный фонд, военный фонд Украины уже восемь лет, и при этом все равно нету ни того, ни того, ни того, куда эти деньги уходят. Это сложно сказать, это все засекречено. Вот. До сих пор мы покупаем бронежилеты и в Израиле, и пластины, и все это вот людям, потому что они стоят на блокпостах вообще без ничего. И никто им не привозит, никто за них не думает, и никто о них не беспокоится. Это все в большом... Понимаете, вот то, что вы говорите, оно настолько расходится вот с официальной версией, которую постоянно дают по телеканалам украинским, которую озвучивают там министр обороны и его советники. Они все говорят, что все идет хорошо, все идет по плану, мы воюем, у нас все под контролем, мы знаем, что, чего, мы всем помогаем, у нас нету брошенных этих самых подразделений, мы со всеми поддерживаем связь, то есть все как бы отлично. Да, связь они поддерживают, это правда, ну, слава богу, хоть что-нибудь. Вот, но проблема в том, что не все так гладко, и не все так... Есть черви в этом яблоке, их много. А то, что они... А что он скажет, что я, мудак, я не руковожу своими войсками, или я не умею? Он, кстати, очень хороший, он боевой генерал, он прекрасно руководит войском, но у нас же есть еще и внутренние войска, так называемые, национальная гвардия, у нас есть еще эта территориальная оборона, которая тоже не пришельник, чему рукав, потому что никто ей не занимается толком-то. Все говорят, что они занимаются, а люди за свои бабки покупают снаряжение. Ну, то есть, это удивляет, да? Во-вторых, один автомат на шесть человек, у них очередь стоит подлучить автомат. То есть, советские запасы закончились? Да, советских запасов было на Украине 44 миллиона калашниковых. Так это хватит вообще на 10 армий? На все население. Включая младенца. Да, у них почему нет автоматов, да, терроробороны, я не понимаю. Это какая-то, ну, непонятно, если честно. Или они их продали все. Ну, сложно сказать, мы не имеем сведений. Борис, вот вы нам в прошлой программе рассказывали про те виды вооружения стрелкового, которые изготавливал ваше предприятие. А сейчас вот из этих изделий что-то работает на фронтах Украины? Ну, вот то, что мы успели изготовить, то и работает. А дальше нас разорил президент, и мы уже ничего не изготавливаем. А что работает? Вот вы говорили про дальнобойные... Вот в основном там вот 10 штук, две из них моих личных, ну, как бы за мои деньги все куплено и сделано, а не за государственные или там за... Давайте, мы покажем, мы покажем сейчас сюжет, где используется вот это оружие, а вы прокомментируете, что там происходит, что это за винтовки. Вы тогда мне скажите, какой сюжет, я же его не вижу. Ну, мы сейчас видим вот фотографию, где стоят ваши коллеги, держат в руках вот эту замечательную винтовку. Возле БТРа? Нет. Нет, два, а это было, это я переделывал, ну, инициативным методом у себя дома, скажем, я купил себе карабин Мосина и переделывал его в современный вид. И он очень пригодился, и там стоит специальный глушитель нашего, ну, сделанный на нашем заводе, который позволяет, скажем, регулировать вылет пули, баллистику вылета пули в нужном направлении, то есть мы можем как бы с помощью этого регуляции мы можем стрелять с прицелами без прицела в одну точку, не перенастраивая прицел. Вот. И летит он где-то километр-двести метров как бы люди. Это обычный патрон. Мы переделывали советское вооружение, его модернизировали, и оно стреляет тем быкак, ну, боекомплектом, который есть на складах, оно бесплатное для армии. Потому что если брать западные образцы, они делают хорошие вещи, но они делают подзападные патроны, которые у нас очень дорого стоят, а во-вторых, у нас никто им не дает, не дает им военных патронов. То есть пулю с стальным сердечником для этих патронов мы должны делать сами. Вот. Ну, вот один патрон 50-го калибра для Барретта у нас с вольфрамовым сердечником получался за 15 долларов. Хорошо, давайте посмотрим уже сюжет теперь и посмотрим, что используется там. Да, вот это мы видим на позиции с белыми мешками. Это 14,5. Что это? Это ствол от КПВТ, это пулемет крупнокалиберный, 14,5 у него патрон, значит, это 60-граммовая пуля бронебойно-разрывная. То есть, это тоже вашего производства? Да, но пуля не наше производство, это, ну, как бы ружье нашего производства, мы его делали специально для армии, оно дешевое в изготовлении, оно достаточно эффективное по применению, потому что снайперы, которые на нем работают, они на километр закидывают в дот, в щель дота, на 2 километра в окно девятиэтажки, а на 3 километра они подбивают БТР. Вот, значит, на 3 километра разлет 90 сантиметров от выстрела, значит, и это вот мы делали для, потому что тогда было с 14-го года до 22-го был запрет крупных калибров на фронте, а автоматом особо не постреляешь, потому что он летит недалеко от пуля, и поэтому нам надо были вот такие вот снайперские винтовки, которые бы стреляли на приличное расстояние с приличной убойной силой. И мы делали эти вещи, нас просили сделать эти вещи, но мы не делали их как с кондачка, потому что нам делать было нечего, а просто приезжали командиры подразделений и просили сделать какое-нибудь противотанковое ружье, которое бы при этом не ломало кости людям, и при этом бы этот вот глушитель, который там стоит, он позволяет убрать вспышку температурно, его не определяется по температуре и нету ни звука, ни дыма. А то его сложнее засечь. Но если его хорошо замаскировать, так выстрел с двух метров не поймешь, откуда стреляет. Просто воздух выходит и все. Борис, вот в следующем сюжете там есть, где бойцы стреляют вообще судя по всему из дома из какого-то и в отверстие, которое находится в отверстие в стене. Это тот же вид винтовки? Да, это один и тот же человек, одно и то же оружие. То есть вот мы видим, что они просто стреляют сквозь маленькую дырку, то есть такое впечатление, что их снаружи вообще тогда невозможно засечь. Ну, кто хочет умирать? Конечно, люди маскируются так, чтобы их невозможно было засечь. Вот, они до сих пор работают, вот он был ранен в ключицу где-то месяц назад, сейчас он возвращается в войска, на этом ружье работал все время. А это позволяет пехоту откинуть на поле боя с расстояния китка гранаты до расстояния минометного выстрела. То есть пехота, когда узнает, что начинает работать под ним вот этот калибр, они дергают оттуда по-быстрому. Потому что это же антиматериальное ружье, это же не против пехоты, а против техники. А когда она попадает в человека, так ничего хорошего от него не остается. А против техники вы говорите, против каких видов техники? Танк, я так понимаю, она все равно не прошибает? Да, но она в танке взрывает активную защиту. И она стреляет с трех километров от танка и попадает в танк в активную защиту. И получается, что вот было в счастье, в село такое было, в БГТ счастье, выехало три танка, два охраняли середины, а середины стрелял по домам. Вот. И этим ружьем они попали три раза по этому серединному танку, у него три раза взорвалась эта защита, а когда эта защита взрывается, в танке такое состояние, как будто ты внутри колокола находишься. И пацаны не понимали, танкисты, откуда прилетает и что это. И они просто испугались и уехали. Потому что сейчас прилетит и взорвет. Ну, то есть они боялись этого. В армии больше всего в войне боятся неизвестности, а не оружия. То есть прилетает, взрывается, откуда прилетает, мы не видим. Ну, то есть боепить некого. Ну, все, надо, значит, как-то уходить. И вот этот эффект страха, да, неизвестности, когда они по рации кричат, ищите снайперский БТР, потому что эта штука стоит на БТРе, этот калибр. Вот. А это играет огромную роль, потому что ну, не хотят люди, они понимают, что их это может найти где угодно. Потом мы сделали уже пушку такую на колесиках 23-го калибра. Она имеет вольфрамовый сердечник под калибрный патрон. Она может бить танки насквозь. Ну, то есть и стоит она там двух тысяч долларов. Ну, то есть вообще ничего. А вот это ружье сколько стоит в исполнении? В изготовлении без ствола оно стоит 1200, а со стволом плюс 300. То есть полторы тысячи долларов стоит вот такое чудо? Да, и она держала под Мариуполем наступление вот все это время, и его перекидывали все время эти, у нас там 10 винтовых таких есть, и они все время держали наступление, потому что если по полю идут солдаты за БТР прячутся, а БТР взрывается, и непонятно откуда прилетело, эти солдаты убегают обратно. Ну, потому что на поле они их же кончить за одно удовольствие. А потом тоже они там и блиндажи разбирали, ну, блиндаж стреляет, там стала и тактика боя выработана с этим ружьем оказалась, что я даже не знал, мне потом рассказывали. Вот, но это можно отдельно посвящать передачу этому всему, потому что это очень такая обширная тема. Но мы потом уже сделали 23-й калибр, и в принципе с этим глушителем, который имеет весь смысл в этом, это все, это глушитель позволяет делать. И он масштабируется на любые калибры, его даже можно поставить на 30-ку пушку на пулемет на самолете где-то, и он будет компенсировать отдачу, и не будет расшатываться сам корпус, сам кузов самолета или вертолета. Ну и все остальное тоже, потому что когда стреляет такая штука из БТРа с таким глушителем, так они попадают. Ну, нету отдач никакой, ни отдачи, ни вибрации, ничего, ни звука нет. И тоже мы это испытывали. Но это все, я правильно понимаю, что это все опытные образцы, то есть в серию они не запущены были. Но никто же не дает в серию запустить. Нам же никто на это деньги не даст. А как я поставлю на вооружение, это я его поставлю, а деньги на это кто? У армии нету денег. Может быть сейчас как бы пересмотрят эту ситуацию? Я сильно сомневаюсь. Борис, к сожалению, к сожалению, наша программа завершается, у нас уже следующий айтем поджимает, как бы очень интересная тема, я надеюсь, мы ее продолжим. Я напоминаю, что мы беседовали со специалистом, с Борисом, с не просто специалистом, а соучредителем, исполнительным директором компании «Шмайсер Украина», Борисом Германом. Борис, спасибо, что нашли время побеседовать с нами. А наша программа продолжается. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.